Всем привет! Это второй выпуск моего влога про путь художника, если его так можно назвать, про то, как я пытаюсь пойти в мир современного искусства и, в общем, мои шаги туда постепенные. В этом видео я хотел бы рассказать, как я вижу свое переосмысление своего творчества в контексте современного искусства, что меня вдохновляет и что я бы хотел... Ну, короче, что рисовать, потому что я до сих пор не знаю, и сейчас буду думать вместе с вами. Я сделал такую небольшую презентацию, чтобы показать, что мне нравится, что меня вдохновляет и какие бы моменты я хотел использовать в своих картинах. Вот. И потому что всегда мне как-то лучше удавалось думать, решать, когда вместе с кем-то, типа, обсуждаешь или даже просто хотя бы с кем-то что-то говоришь. Вот. Как-то мысли всегда в диалоге лучше, даже если это, типа, не настоящий диалог. Но все равно. Вот. Сейчас я включу экран. Итак, вот сделал такую презентацию небольшую в программе Miro или Real Time Board. Она раньше называлась, очень классная, мне нравится. Начнем с самого старинного, с Боттичелли. Мне он всегда очень нравился. Ну, мне вообще многие художники Возрождения нравятся. Рафаэль очень сильно и прочее. Но Боттичелли, мне кажется, больше всего созвучен моему творчеству, потому что у него красивые девушки. Они все это в красивых формах, красивых изгибах, все такое. Вот. Вот. Больше всего мне нравится, наверное, как он работает с формой и с пятном. Вот. Ну и живопись, конечно, крутая. И Руки лучше всего Боттичелли пишет. Лучше всех на свете писал. Такая небольшая guilty pleasure. То, что обычно художники вообще не любят и никогда не упоминают среди любимых. Но мне всегда очень нравилось. Ничего не могу с этим сделать. Буше и Фрагонар. Здесь Фрагонар. Здесь вообще левая. Здесь Буше в основном. А Буше мне всегда больше нравился. Его эротические особенно мотивы. Вот типа, там, Калиста или кто-то. Или, короче, женщины барочных в облачках, с тряпочками, с ангелочками. Это всё мне казалось всегда очень круто. Опять же, он довольно ярко писал по тем временам. И такое околоэротическое. Очень-очень мне созвучно тоже. Всегда. Я понимаю, что это всё типа плохой вкус среди художников считается. Но всё равно ничего не могу с собой поделать. Мне всегда очень нравились эти композиции, сюжеты. Вот. И я бы что-то такое бы использовал. Только больше в пинап-версии. Но мне всегда нравились вот эти ткань красивая, всякая атласная. Как они? Драпировки. Облака мне всегда нравились. Мне всегда нравились... Ангелочки не скажу, что мне нравятся, но там пейзажи всякие типа идеалистичные на заднем плане. Или ещё какие-нибудь странные. Сочетание цветов. Холодный фон, тёплые фигуры или такие белые, нейтральные. И красные тряпки. Вот. Всегда тема. Мне кажется, очень крутая. Вот. И вообще... Ну, конечно, я не собираюсь там писать что-то на мифологические темы, мифологические сюжеты. Но просто говорю, как мне это всё нравилось. Но вот там типа сделать ремейк Фрагонара или Буше вот этих картин очень даже можно. Ну, и другие художники, вот это я даже не знаю, не помню кто, кто-то французский, но тоже голые женщины всегда, бугро типа вот такие, всегда меня тоже очень вдохновляли. Так, идём дальше. Мы идём по истории искусства. Это... Это муха. Альфонс Муха. Ну, тут тоже очень всё круто. Во-первых, мне нравится вот такая плакатный стиль. Мне нравится там одинаковый формат в работах. Это всегда очень круто выглядит. Объединяет всегда серии работ. Декоративные элементы. Нравится, нравится, как он делает цветы. Нравятся плоские. Что у него как бы с одной стороны плоские цвета, но с другой стороны есть объём. За счёт очень простых каких-то типа незаметных градиентиков или ещё такого, чего-то такого. Обводка. В то время вообще так никто не делал. И это очень круто. И мне обводка всегда нравилась. Я даже делал его и копии. Картины в его стиле пытался делать. Всячески маслом и акварелью я его копировал. Ну, и сюжеты у него тоже такие прикольные. Они всегда такие немножко необычные. И не совсем стандартные какие-то, что ли. Ну, и опять же девушки. Везде у него девушки красивые. Это всегда тоже круто. Ну, вот тут вот как зима. Ну, как бы вот идеальный, как пинап-календарь, который я рисую каждый год обычно. Мне кажется, идеально такая стилистика. И что доказывает, что реально его картины до сих пор продаются в виде календарей и прочего. И люди покупают, и они выглядят хорошо до сих пор. Хоть сколько времени прошло, значит, что это хоть и модерн, и это как бы очень конкретный временной промежуток в истории искусства. Но, тем не менее, очень, очень они вне времени одновременно с этим. Вот, что я пытаюсь сказать. Дальше хотел про фотографов немножко сказать, которые мне тоже нравятся. Очень мне нравится один фотограф Франц Зони, который делает, он в основном диту. Фотографирует. Ну, не в основном, но вот бурлеск всяких танцовщиков, что тоже со мной очень перекликается. У меня даже есть его фотка, вот эта с фотографом диты. В общем, цвета, пластика, линии, формы, все в нем, все в нем хорошо. Гламурный такой стиль. Мне нравится тоже всегда. Мне нравится какая-то иногда, типа, психоделика легкая или не очень легкая. Тут же присутствуют опять эти ткани барочные, ленточки, все это мне всегда. Или вот тут, например, всплеск бокала. Это все мне очень тоже нравится. Вот это не он, это другой фотограф, но тем не менее тоже такая, типа, типа картины. Вот это тоже современный фотограф, который тоже фотографирует женщин обнаженных. Тоже у него фон вот этот барочный, облачка типа. Ну, короче, картины, фотки как картины. Это главный смысл. И выглядит круто. И тоже, опять же, эти ткани атласные. Все это красивые женщины. Не всегда идеальны. Ну, в смысле, они такие не по современным меркам. Они как бы идеальны, но не совсем даже по современным меркам, а больше такие по каким-то классическим. И мне тоже это мне нравится больше. Вот, что они не какие-то суперсиликоновые или неестественные. Вот. А сочетание такого типа пригламуренности, ну, в смысле, такое довольно вылизанное изображение, в плане без всяких там шероховатостей и всякой хрени, эффектов непонятных. Но в то же время довольно реальная модель. Ну, в смысле, женщина естественная, с естественными волосами, там с минимумом макияжа и прочее. Ну, макияж, наверное, есть тут, конечно, на всех фотках есть. Но все минимум. Вот. Ну, и выглядит все круто. Складочки там все тоже имеют место быть. Все это хорошо и нужно в живописи. Ну, это уже как живопись, можно сказать. Ну, и цвета, опять же, очень красивые, гармонично все выглядит. Так, вот это фотосессия вообще белья, Coco de Mer, белья и всякие, типа, агент-провокатор, что-то такое. Но мне просто эта фотосессия очень понравилась, потому что мне очень нравится сочетание, опять же, с вот такими растительностью, со всякими, с какой-то такой немножко тропические мотивы. И тут тоже барочный взгляд немножко на все это есть. Также я сюда включил презентацию. Это какие-то фотосессии, агент-провокатор, тут еще какие-то. И это все просто потому что мне нравятся многофигурные такие сюжеты. Я не собираюсь, конечно, писать такие многофигурные картины и все такое, но мне нравится переплетение нескольких фигур. Интересно, там, типа, на переднем плане, кто-то на среднем, на заднем. Вот. Это, мне кажется, можно круто использовать в живописи тоже. Ну, естественно, это я бы кадрировал как-нибудь до, там, трех-четырех фигур. Вот. И было бы круто. Ну, вернемся к живописи. Здесь у нас классический пинап. Опять, так скажем, здесь... В смысле? Здесь у нас классический пинап. То, что я чем всегда зарабатывал себе на жизни и все такое, только я в цифровом виде рисовал. Настоящий пинап, он маслом, конечно, рисован. Мне нравится, вот это, наверное, моя самая любимая картина. Не помню художника. Как-то он сам... Короче, тот, который Кока-Колу нарисовал Деда Мороза. Этого, то есть Санта-Клауса. Он мало пинапа рисовал, но вот одна из его картин вот этой. Она не очень известная и нет нигде в хорошем качестве, но она такая крутая. Вот это идеальная для меня картина. Еще, заметьте, я подобрал... Мне нравится, когда он такой стиль, более стильный, то есть на белом фоне, с черными акцентами или с красными акцентами. То есть мне вот очень нравится всегда стильность такая. Вот здесь, например, Фридс Уиллис. Ну, очень тоже крутой художник. Вообще она отвернута, но тут спина и все нарисовано так круто, что вообще не придешься. Так же, как и здесь. Ну, это Элф Грен, это тоже Фридс Уиллис, это Роберт, не помню. Короче, тоже известный художник. Ну, французский Рене Грюо, это тоже классика, классика иллюстрации. Это уже больше такая журнальная фэшн иллюстрация. Уже более современные чуть-чуть. Тоже акценты, простота. Тут уже обводка, тоже чуть-чуть пинаповская, типа акварель, наверное, вот это. Но с обводкой очень круто, мне нравится. Но больше всего пластика, пятна, форма, вот это. И, опять же, цвета мои любимые, черный, белый, красный, везде тут присутствуют. Вот это неон, это просто как-то затесалось. Но все остальное очень круто, мне кажется. Вот такое и вообще очень максимально мое. Так, здесь уже современное искусство. То, что мне нравится из современного искусства, это девочка Ларибель Спировский. Она, по-моему, в Австралии живет или где-то далеко, или в Новоизландии. Я эти картины увидел на LA Art Show первый раз. И мне они очень понравились. То, что они... Ну, она в основном мальчиков пишет, красивых, симпатичных. У нее, во-первых, свой стиль, очень узнаваемый сразу. И я видел, даже копии ее делают часто, и под ее стиль подстраиваются. Во-вторых, ну, во-первых, стиль. Во-вторых, сочетание цветов очень крутое и очень необычное, и очень дерзкое такое, и яркое. Вот. И, в-третьих, просто красивые картины, мне кажется, из современного искусства. Это я про то, что оно может быть крутое. Она, причем, умеет писать очень круто, живописно, реально. Ну, в смысле, вот где глаза у нее написаны. То есть, она может... Нормальные портреты... Это то, что сейчас много кто говорит, что, ну, в современном искусстве, типа, любой так сможет. Она может писать как классический художник, но она выбирает сама вот такой стиль. И мне кажется, это очень круто. Мне, наверное, так не удастся ничего делать. Может быть, какие-то элементы этого я бы, может, мог использовать. Но в целом я вообще не способен ни капли, что-то такое абстрактное даже немножко делать. Тем более, с цветом у меня беда. Я поэтому делаю, ну, чисто... Там вот, как я сказал, черно-белое-красное часто по цвету простое, потому что я цвет так тонко не вижу. Ну, в смысле, я вижу, конечно, цвета, но я не могу так тонко сделать. Это у меня всегда такая была фишка. Ну, не фишка. Скорее, это проблема, но может быть и фишка. Так, вот это художник... Это Энди Диксон. Вот это, правда, не его картина, а другого, который, наверное, под него немножко кост. То есть, началось все с того, что я увидел как раз эту картину на LA Art Show. Она мне очень понравилась. Во-первых, она написана необычно. Там сочетание акрила яркого с маслом и сверху пастельными мелками что-то сделано. Но мне кажется, вот Энди Диксон, тоже современный художник, как раз делает что-то тоже в такой технике. И, смотрите, тут как раз Буше, копия Буше, но в современном стиле. Мне это очень тоже заходит. Опять же, по цвету я не смогу так дерзко делать. И круто, потому что я цвета не так хорошо чувствую. Но мне очень нравится сочетание таких ярких цветов. Может быть, что-нибудь получится. Но он часто делает тоже копии. То ли Буше, то ли кого-то. Тут немножко от Ворхола есть такие обводочки какие-то, типа не в тему иногда. И так тоже сочетание цветов. Но то, что это типа поп-арт, то, что он рисует фейковые рамы у картин внутри холста. Но это все ремейки, типа картин известных. Опять же, тут вот эта тема джунглей мне очень нравится. И растений, тряпочек, женщины голые. Но я бы так, наверное, не смог вот такими цветами написать, например, женщину. Потому что, ну, я все-таки все равно вижу все более реалистично. Мне очень трудно даются такие штуки. И только если как-то себя совсем переламывать. Но я не получу, мне кажется, удовольствие и кайф от этого. Вот. Здесь все то же самое. Сделано чуть более грубее, наверное. Но мне нравится все равно сочетание розового. И все равно купил бы я эту картинку, повесил бы, да, купил бы, повесил бы. Очень мне нравится. Ну, и любую из этих, они все крутые. Очень. Так. Вот это еще одна известная американская художница. Я, правда, не знаю ее имя, не помню. Я пытался найти именно тех, кого смог. Но вот ее что-то нигде не подписано, картину. Кто может, если знает, напишите. Но вряд ли кто-то знает. Она очень такая узко направлена. Но тут она тоже. Вот здесь больше похоже то, что я бы мог писать. Мне не всегда у нее нравится техника. Она грязноватая. Ну, как написано. Я бы все-таки писал более чистыми такими цветами. Но по пластике, по как она пишет, пятна и все такое, тела. Очень все круто. Вот это, наверное, одна из моих любимых картин. Опять же, женщины, голые, эротика неприкрытая, мужчины. И все это с драпировками, с тряпочками, с узорами, с цветочками. Все это... Вот это, по-моему, вообще не она. Но неважно. Это я просто все равно. Все это мне очень-очень нравится. Золото иногда где-то. Но золото это попса. Немножко включать это. Как бы такое читерство среди художников считается. Опять же, какая-то психоделия мне всегда нравится. Тут вот какие-то непонятные, типа, осьминоги или что-то. Вот здесь вообще, типа, порнуха почти что. Но, тем не менее, написано так, что даже это непонятно, что происходит. Вот. И все очень круто. Ну, и цвета довольно яркие и смелые. Хотя можно было бы чище и смелее. Мне кажется, было бы еще лучше. Ну, все равно что-то вот это мне отзывается очень хорошо. В общем, это тоже, я не помню, как зовут художника. Тоже видел его на LL Art Show. Он сочетает... Он сочетает какие-то старинные... Тоже вот старинную технику с какими-то глючными штуками, психоделическими такими, типа, вот, голова кошки там. Ну, вот какие-то странные такие штуки. Это уже немножко тянет на low-brew art, так называемый. Очень сейчас популярная тема в Америке. Но все равно мне нравится. Я бы, наверное, свое бы не стал делать настолько реалистично. Мне все-таки вот нравится такая графичность, типа, обводка и прочее. Но в целом необычность привлекает, конечно, очень этого художника, мне кажется, всех. Ну, вообще круто сделано. Тут уж ничего не скажешь. Очень круто тоже. И тут очень много деталей, которые можно порассматривать, что тоже очень круто для картины. Они, правда, все небольшие, маленького очень размера. И поэтому они довольно дешево стоят. Ну, там, типа, по 2-3 тысячи долларов, по-моему, или по 10. Но это недорого для современного искусства. И это больше такой fine art. То есть, скорее, больше для такого, ну, чуть-чуть пониже уровень в плане, не как сделано, а в плане, как это представлено на рынке. Но, тем не менее, все равно очень круто. Ну, Дэвид Даунтон — это известный иллюстратор английский. Тут уж ничего не скажешь. Он просто очень крутой. Это портреты Диты мне в основном нравятся. Ну, мне все нравятся у него работы. Это просто в качестве техники. Тоже какие-то вот такие штрихи и недоделанность легкая. Мне нравится, потому что я не люблю, когда слишком переделано. Вот как прошлый художник, все супер сделано, как старинное. Мне нравится, когда это есть небольшая недосказанность. Что-то там где-то недоделано специально. Что-то сделано очень хорошо, а что-то чуть-чуть недоделано. Даже когда художники публикуют свой процесс типа работы поэтапно, мне часто очень хочется сказать, ой, остановись здесь. Здесь вот самое то, не надо продолжать. Но часто художники такие, нет, будем дальше. Ну, Майк Миньолло — это тоже иллюстратор, это уже комиксы больше. Это, кстати, не его картинка, но она тут в тему подходит. Он просто очень крутой по композиции, по цвету, по пятну. Тоже сочетание часто у него красно-белое, черное. Хеллбоя — автор. И, ну, все композиции крутые. Если это нарисовать, написать на огромном холсте, то будет суперэффектно. Мне кажется, он крутой художник. Просто вот, ну, хотя вот это не его, но тоже просто подходит по цвету и по стилю. Ну, в общем, мне тоже что-то такое ориентироваться на него, мне было бы приятно и нравилось бы. Тоже у него мне нравятся сочетания, ой, то есть вкрапления всяких элементов странных. Часто там какие-то животные, змея там, какие-то сердца, тут цветочки, тут вот черепа, герб на заднем плане. Вот очень много деталей, которые... Вот у него как раз уровень такой сделанности. Можно даже было бы чуть-чуть еще больше. Но у него слишком условно часто. Вот это, кстати, не он, по-моему. Ну, неважно. Все равно. Иногда мне хочется у него прям чуть-чуть побольше деталек, но все равно круто. Франк Фрэзетто тоже американский художник известный, уже умерший, правда. Он тоже комиксы рисовал и картины. Ну, вот он прям такой, да, файн-арт, американский, классический. Но он прославился тем, что женщин с большой попой рисовал. И всегда это очень у него классно выглядит. Тут я всегда акварельки его, потому что мне его акварель больше нравится, чем большая картина. Тоже на белом фоне. И тоже красиво все сделано. По линии, по пятну, по цвету. Все идеально практически. Вот. Но это такой немножко упрощенный. Ну, то есть я бы чуть посложнее хотел. Но как вот он женщин рисует, это вообще топчик. Это уже современный художник, французский, Винсент, как-то его там зовут, в Инстаграме. Вообще я его увидел. Он просто рисует женщин где-то в небольшом формате. Просто... Ну, это уже мы переходим в категорию инстаграмных художников. Просто он их очень круто рисует. Опять же, три цвета белый, красный, черный. Опять же, эротика. Немножко какая-то психоделия. Очень все хорошо сделано. Преувеличены какие-то элементы. Там, типа, ноги очень длинные, руки. Там что-то условно сделано. Типа, вот как здесь волосы, например. Свой стиль, сразу заметный. И все круто выглядит очень. Опять же, если бы это были огромные холсты, то это была бы вообще супер тема. Не знаю, что он не делает. Мог бы продаваться очень дорого уже, мне кажется. Это, по-моему, художница какая-то. Тоже в инстаграме увидел. Ну, тут просто. Тут уже это проще. Очень просто красивые портретики. Тоже красиво по пятну, по форме все. И вкрапление каких-то цветочков, элементов, листочков. Тоже все очень приятно и красиво выглядит. Здесь, я это тоже не помню. Это, по-моему, тоже какая-то художница русская. Не русская, а, может быть, польская. Или художник. Не помню, короче, кто. Но меня привлекают всякие такие славянские мотивы. Немножко сказочные тоже. Павла Посадский, типа, платки. Я же даже сделал русский календарь. Потому что мне эта вся тема очень нравится. И это все выглядит очень круто. И, может быть, когда-нибудь я же тоже буду делать какие-то картины. Такие немножко с народными элементами. Потому что это все очень хорошо сочетается. Кстати, барокко с русскими народными мотивами. С узорами, с платками. И с красивыми голыми женщинами. И с шрифтом русским. Вязью. Почему нет? И с какими-то современными элементами. И, ну, короче, мне кажется, может быть, получится круто. Этот, это тоже какой-то художник. Это вообще 3D, по-моему. Но тоже он их 3D делает довольно здорово. В плане по композиции, по цвету. Ну, по цвету тут мне меньше нравится. Я не люблю такие зеленые и прочее. Но в целом, как женщины, опять же, голые элементы какие-то крутые. И какая-то такая эффектная композиция. Тоже круто. Еще меня всегда очень привлекало... Это тоже современный художник. Это вообще коллажи делает он. Но они очень круто выглядят. В том плане, что из-за такой вот психоделичности. Меня всегда это очень привлекало какие-то... Я всегда хотел что-то делать такое, немножко психоделичное. Никогда нету заказов на эту тему. И самому как-то нарисовать что-то тоже не всегда хватает. Смелости или что-то еще. Или идей. Но, тем не менее, я думаю, что... Может быть, что-то в цифровом. Я поделаю какие-то эскизы, такие более психоделичные. Мне они всегда нравятся. Как выглядит эффектно. Вот. Также... А, ну это просто слайд с какой-то эротикой. Эротика в искусстве. Ну, в общем, тоже всегда нравится. Татуировки всякие. Это вот от психоделичности как раз очень хорошо... Хорошо переход к татуировкам. Потому что очень часто бывают как раз какие-то старинные, типа олдскульные татуировки. Очень психоделичненькие. И тоже мне нравится эта тема. Мне нравятся у них как раз три цвета. Черный, красный и белый. Ну, такой не белый, а цвет кожи. Ну, типа белый. Что-то такое. Но это вот больше, может, как раз к этой психоделичной теме мне отзывается. Вот. Есть очень крутой художник Шинтаро Каго. Японский. Он рисует вот такие картины. Причем они небольшие. И они акварелькой нарисованы, с гелевой ручкой или чем-то таким. Я его видел вживую, знаю в Лос-Анджелесе. Ой, нет, в Сакраменто выставке. Он очень культовый, японский художник. Он, правда, не говорит по-английски. Но он очень круто делает вот очень глючные штуки. И тоже у него часто какие-то супер нестандартные видения, которые я прямо обзавидовался. Хотел бы включать такое что-то в свои картины. Это, конечно, нужно делать какую-то отдельную серию с такими глючными штуками. Но это тоже просто. Но, тем не менее, просто мне показалось это похожее что-то. Но, тем не менее, мне кажется, это очень круто. Делать что-то такое. Ну, и вообще, в целом говоря, о японском искусстве. Мне оно всегда очень сильно нравилось. Это я вообще просто на скриншоты наделал в Инстаграме. Какой-то Инстаграм Самура Инки есть, который постит этих самураев. Но они очень круто выглядят тоже. По цвету, по пятну, по композиции. Если заменить этих самураев на красивых пинапных женщин, но все остальное оставить такое же, получится практически идеальная картина для меня, которую я бы хотел, наверное, рисовать, писать. Вот поэтому я сюда их включил. Но мне они нравятся. Я бы тоже хотел огромную, наверное, картину или что-то повесить с таким самураем себе. Вот особенно вот этот мне нравится. Как он собаку пьет какую-то или кого-то, непонятно кого. Ну, плавно переходя от Японии опять к России, русский художник Илья Кувшинов, очень крутой, который живет в Токио уже много лет. Ну, тут тоже просто красивые девочки с черным вот таким условным пятном всегда, где минимум деталей на черном и максимум деталей на лице. И вообще фон простой тоже очень хорошо мне отзывается, всегда нравились. Ну, у него вообще там уже миллионы подписчиков, и он суперизвестный и крутой. Вот. Это, конечно, чисто цифровая тема, но тем не менее что-то такое, как бы использовать такой какой-то момент, ну, в смысле, похожий момент в большой картине можно было бы, мне кажется. Ну, а тут просто сборище всех художников, которые мне нравятся. Афиши тут какие-то просто. Тут по цвету я больше собирал. Тут и абстракция есть, и какие-то старинные работы, и современные цифровые. Вот. И всякие женщины, и всякие глючные штуки. Ну, в общем, и все оно на пустом фоне. Вот. Мне всегда нравится пустой фон, белый. Видишь, как выглядит. Что-то такое. Или красный фон, или черный фон. Тут вот как раз по цвету подобраны они. Просто собрал то, что мне нравится. Отзывается у меня в сердечке. Советские афиши. Просто фотки пинаповские. Вот этот тот же художник пинаповский, которого картина мне больше всего нравится. Что-то вот русалочка. Ну, просто какие-то такой простой инстаграм, инстаграм рисунки. Ну, короче, цветочки. Все это очень клево и здорово. Вот какие-то такие эротические больше. Вот о чем я хотел рассказать. Все, что мне нравится, типа, в искусстве. Что-то такое я бы хотел делать. Вот это все взять, объединить, сделать эскизы, написать большую картину, несколько больших картин серии, сделать выставку. И мне кажется, будет путь важный. Но в следующем видео я расскажу о консультации с Марией Сидошенко, про которую я говорил в первом видосе. Что мне рисовать? Буду спрашивать вопросы, типа, с точки зрения больше арт-менеджера. Не с точки зрения, что мне нравится, а с точки зрения, что бы хорошо пошло, и как, что быстрее, максимально добиться успехов быстро. Вот, так что, но об этом в следующем видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok